здравствуйте с вами николай пивненко в проекте дата 6 февраля сегодня международный день бармена это человек который проводит на ногах немало часов выполняя непростую работу ему нужно одновременно демонстрировать свой талант и мастерство и угождать капризным клиентам некоторые считают что именно бармен лучший психолог который всегда выслушает и даже даст дельный совет бармены соревнуются в различных категориях и направлениях они должны готовить напитки с помощью максимально правильных и мастерски отточенных движений импровизировать придумывать что-то новое и смешивать 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 причем на скорость оценивается умение создавать как классические так и оригинальные авторские напитки не используемые ранее но теперь о родившихся 6 февраля 1313 год 1313 джованни бокаччо приходит в этот мир итальянский писатель гуманист раннего возрождения один из трех венцов классической итальянской литературы декамиром соболезновать удрученным человеческое свойство и хотя она пристала всякому мы особенно ожидаем его от тех которые сами нуждались в утешении и находили его в других если кто-либо ощущал в нем потребность и она была ему отрадное приносило удовольствие я из числа таковых 1665 год рождается анна стюард английская королева с 1702 года последний из этой династии мое сердце целиком английская нет ничего что я не буду готова сделать для счастья и процветания англии с этой речью она обратилась к английскому парламенту после коронации в 1702 году ревностная протестантка покровительница тори и сторонница объединения с шотландией была очень популярной у своих подданных 1911 год рождается рональд уилсон рейган сороковой президент сша от республиканской партии с 1937 он был киноактером голливуда а в 67 году стал губернатором штата калифорния и только потом президентом но каким он является одним из самых популярных американских лидеров на сегодняшний день в 1945 году в этот мир приходит боб марли ямайский музыкант гитарист вокалист и композитор родился в бедной семье в сельском районе на ямайке умер от рака в майами возрасте всего 36 лет несмотря на то что со времени его кончины прошло уже более 30 лет он и сегодня признан самым известным исполнителем стиле регги 1960 год в этот мир приходит игорь матриенко советский российский композитор продюсер таких популярных групп как любэ иванушки интернешнл фабрика и других а в 1961 году родился российский продюсер телеведущий генеральный директор первого канала константин эрнст в этот же день появился на свет сергеевич игроков российский рок-музыкант лидер группы чиш и компания а в 1964 году родился андрей звягинцев российский кинорежиссер актер и сценарист события дня 1900 год русский ученый попов впервые в мире передает по радио сигнал о бедствии на море сообщение о том что финском заливе в море уносит льдину с рыбаками попов смог передать с радиостанции на острове радиограмма пришла на остров гогланд и тамошний радист незамедлительно сообщил ее содержание капитану ледокола ермак который стал поблизости в итоге судно сумела снять сальдины финских рыбаков 1925 год в москве румянцевская публичная библиотека преобразуется в государственную библиотеку ссср имени владимира ильича ленина ныне это российская государственная библиотека граф николай петрович румянцев мечтала музей который будет рассказывать об истории искусстве самобытности природе россии он собирал исторические книги и рукописи составлял летописи после его смерти брат сергей петрович румянцев передает огромную библиотеку это более 28 тысяч томов рукописи коллекции небольшое собрание живописи государству на пользу отечеству и благое просвещение так начиналась история нашей главной библиотеки 1933 год в ночь с 6 на 7 февраля с корабля идущего из манилы на филиппинах в американский город сан-диего измеряют самую высокую зарегистрированную морскую волну 34 метра от подошвы до гребня в это время бушует ураган скорость которого достигает 126 километров в час 1970 год сингл венус по нашему шизгара шокин блю занимает в хит параде соединенных штатов америки первое место 1991 год обломки советской орбитальной станции салют 7 покинутый в 1986 снова входят в атмосферу земли считалось что большинство из них приземлиться в атлантическом океане 2004 год взрыв вагоне московского метро между станциями автозаводская повелецкая погибает 41 человек ранено более 250 и последний год 1804 англия первый железнодорожный рейс с использованием паровоза по сути паровой машины конструктор английский инженер ричард трэви тик прогоняет свое детище по железной дороге уэльсе 20 февраля появляются и первые пассажиры это металлурги кроу-шоу инженер хилл проехали они 18 километров на обычном дорожном экипаже с такой же шириной оси который цепляется к паровозу а еще хамврей выиграл денежное пособие после того как паровоз провез 10 тонн и груз в пяти вагонах поэтому случай не едно мы ощущения испытали 70 зрителей которые смогли забраться без спросу на крыши вагонов сегодня мы мечтаем уже о других скоростях говорят что совсем скоро с помощью правильной железной дороги мы сможем добраться ну к примеру до питера за час небольшим почти как на самолете с вами был николай пименко в проекте дата